всем доброе утро или добрый день уже вчера я прилетела из москвы через минеральные воды это предыдущий ролик сейчас я уже иду по городу благодарному в 30 тысяч населения ну что я могу сказать жизни обычных обычных граждан на первый взгляд ничем не изменилось все как всегда люди живут своей жизнью вчера я тоже мы разговаривали пока я ехала машине мы разговаривали о минеральных водах там у них тоже все по-прежнему единственное что первые дни был ажиотаж в банках в частности сбербанке снятие наличных снятие валюты у кого она есть ну как мне рассказали что ажиотаж был конечно очереди люди вообще не понимали что происходит в банкоматах деньги кончались люди пытались вообще снять всю наличку все прошло и сейчас у них все нормально все живут обычной жизнью никто ничего не наводит никакой кипиш люди не закупаются вы так сильно как вот когда ковид начинался да там вообще закупали всем обычно гречка туалетная бумага сейчас такого нет все люди более-менее успокоились так что вот так а сейчас мы с вами пойдем магазин и я хочу вот здесь в местных магазинах посмотреть потому что сейчас я стояла там в очереди и мне сказали он сахара нет сейчас пойду лично проверю как обстоят дела на юге магазин магнит сначала зайдем здесь он у меня просто будет по пути зайду в аптеку спрошу некоторые лекарства которые пользуются спросом и внезапно все пропадает потому что люди либо впрок закупают ну а зачем впрок видео у каждого лекарства есть свой срок годности правильно и смысл если ты не будешь болеть то впрок покупать сейчас зайду в аптеку и спрошу а потом пойдем с вами в магнит магазин и посмотрим что там есть на полках ну что не знаю с чего начать пришла магнит вот пожалуйста местные продукции цыпленок 135 рублей килограмм очень даже здесь очень вкусно на вкусные вот эти цыплята местного производства здесь есть птицекомбинат знаменитый где весь город работает весь район здесь вот так все подразделяют вот филе это самое дорогое 369 как бы с мясом все есть так смотрю вот куполе магазин да также хочется сказать вот фрукты овощи картошка не молодая она вина импортная 119 по 37 и по 104 это как молодая получается идет картошка капуточка вот есть большая если брать на больше очень большая в общем лук 21 магазин как я хочу сказать как был битком так здесь все и пока все на месте никто никакого нет ажиотажа так пойдем посмотрим мне интересно так макфа макароны макароны есть вот эти спагетти варила номер один есть все есть пока мне кажется так оно и будет во всем каком случае не знаю как уже это вот в центре города магазин есть еще на площадь строителей ну здесь ну район такой там где я живу там тоже есть магнит и есть пятерочка вот можно конечно еще туда пойти так хотелось бы посмотреть сахар сахар так это манная крупа да вот такого риса рис в пачках вот такой нету остался рис вот такой вот национали очень даже хороший рис я его всегда и раньше брала и вот националь вот такой более-менее дешевый рис его нет разобрали сколько же он стоит нет ценника он наверно подешевле чем вот по сто девять воски 9 не очень нравится рис с него и каша вкусная и плов что хотите так сахар не вижу а вот есть в рамках одной покупки вы сможете приобрести не более пяти единиц одного товара не более 5 килограмм одного весового товара вот так так что объявлений объявлений c уже висит ну здесь конфеты конфет навалом всего навалом не не могу найти сахар так вот так потихонечку пройду в том что люди здесь тоже в общем в магните все забито я хочу сказать и вот как я смотрю что люди покупают чисто вот только то что им надо на сегодняшний день вот пожалуйста вот это мое масло любимое даже стоит 89 странно успей купить написано наверное взять потому что я этим но когда приезжаю вот сюда эту пользуюсь вот этим с добавлением оливка подсолнечное масло так в общем все просто отлично хочу сказать единственное не найду не найду сахар сейчас но придется наверно спросить тоже просить 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 раз купили вот так поэтому я смотрю что нет сахара единственно а так вот как видите да все есть магазине так что вот такая погода здесь магазина все есть но я еще обязательно наверное сегодня попаду либо завтра еще хочу снять там у себя на площадь на площадь строителей что там есть в магазинах как оказалось спрятать но я так думаю что спрятали сахар все так бывает вы слышали да я спросила продавцам когда нет привозили видимо так выкидывают но это что получается стоять и караулить и ну когда будет когда они сахар будут выкидывать когда-то уже было так в пандемии два года назад что делают магазины магниты они прячут на складах сахар и потом пришла проверка и заставили и все выстоять для чего они это делают я не знаю вот в маленьких городах так делают за это конечно надо наказывать на каком основании в аптеке да вот как ни странно я заходила в аптеку в аптеке мне вот что нужно было купить я купила ну лекарства какими я обычно бывает пользуюсь все таки взяла там пару упаковок но я бы такие вот ну как-то прохладно да я думала здесь на юге немножечко потеплее речка знаменитая разделяет город вот такая мокрая буйвола называется я уже забыла как она называется но так погода такая 3 то ли 4 градуса тепла ну такой ветер ледяной ветерок можно сказать иду вдоль знаменитого училище или сейчас я не знаю как это раньше называлось училище и просто вот посмотрела вот сюда а здесь такая зеленая травка глаз радует хоть и холодно руки замерзли так прохладно да ну вот знаменитая я не знаю как он сейчас называется но не колледж это не техникум училище было раньше название сейчас не знаю как называют ну вот так холодно просто безумно смотрела сейчас там где ну так тут называется вот центр города да там есть сирень и такие уже почки зеленые дай бог чтобы она не замерзла потому что передают по моему вот на вот этой неделе сегодня у нас понедельник что будут морозы ночью там 45 главное чтобы не замерзла сирень шла шла и вот все таки дошла уже до знаменитого парка который я тоже показывала осенью какой он был красивый я была здесь осенью как его здесь облагородили такие елочки там где-то сейчас туда пойду там посадили очень красивые такие цветочки живут для детей спортивные вот эти снаряды на них заниматься вот розы здесь были очень красивые их постригли такие постриженные все ухоженное парк этот конечно это новый парк вот такая елочка интересно она уже выросла не знаю сколько уже этому парку год или или больше но пока все на месте скамейки потому что такой город что полно таких разбойников которые быстренько тут все разметут разнесут вот такие зелененькие животные красивенькие вот такой мне сегодня получился обзорчик ой руки мерзнут как зимой а всем пока и в следующем видео я обязательно покажу пятерочку магазин на в своем районе на площадь строителей сейчас я туда поеду и обязательно сниму и также там есть на площади строителей магазин магнит тоже такие елочки маленькие молоденькие совсем и зелененькая травка на этом всем пока удачи и здоровья всем желаю пока пока